Приветствую, мои дорогие! Сегодня четверг, 25 июля 2024 года. Цвет оранжевый, его оттенки, вечер любви, можно сказать так, собор апостолов, любимых учеников Христовых, особый день, день Агапы, последняя радостная трапеза Христа Спасителя Царя Царе и его друзей, его родных. Сердцем и душой людей-апостолов. Отсечение Иуды от этого числа тоже символичный день. И это последний радостный день земной жизни Христа Спасителя. И вот в этот день сегодня отмечает Следственный комитет Российской Федерации праздник профессиональный, 25 июля, каждый год. Это день органов следствия Следственного комитета Российской Федерации. Об этом я скажу отдельно. Но вначале про саму службу. Итак, Следственный комитет Российской Федерации был образован в день Серафима Саровского, 15 января 2011 года. Это год Луны Небесной Иерархии. Так что у Следственного комитета, кто не знал, покровитель небесный Серафим Саровский. Именно 15 января мы отмечаем и его представление, уход из земной жизни в 1833 году, а также второе обретение в 1991 году его мощи. Так что у Следственного комитета, в каждом кабинете, у начальников, у высшего офицерского состава Серафим Саровский должен обязательно образ его иконочкой где-то стоять. Я сам этого не знал. Вот теперь вам рассказываю об этом, чтобы вы знали и передали всем, кто, значит, работает в этой конторе. Всего средняя численность 23 190 человек. Я сомневаюсь, что такое количество. Думаю, что больше. Но вот на официальном сайте сказано именно об этом. Следственный комитет был образован в субботу. Это не очень хорошо. В принципе, для долголетия, для длительного существования, если только не вечного, это благоприятный день, суббота. Фундаментальная, основательная история. С точки зрения морально-нравственной и духовной, это день поминовения, день почитания усопших, день всех святых, цвет черный, посещение кладбища и так далее и тому подобное. Так что сами делайте выводы. Работа тяжелая, унылая, психологически изнашивающая, замотаны они все, работы много, людей мало, зарплаты невысокие, это все знают. В общем, если ты там не берешь взятки и не каким-то другим образом зарабатываешь, так сказать, на жизнь, то дело дрянь. Потому что работать в конторе, которая основана в субботу, это быть таким книжным червем, уставать постоянно, унывать, уставать, переживать и все такое. И иметь проблемы и материальные, и в личной жизни, и психологические, и неврологические, какие только угодно. На будущее нашей власти хочу пожелать, не надо организовывать конторы в субботу. В среду, в четверг, в воскресенье, значит, пожалуйста, на здоровье. А вот понедельник, вторник, среда и суббота, упаси Боже. Ну, в среду еще ладно, можно. А вот понедельник, вторник, суббота не надо. Пятница тоже нежелательно. День распятия, день Голгофы, это тоже большая ответственность и моральная, и нравственная, и тяжело это все ложится на плечи сотрудников. Значит, я как не смотрю сериалы про следственный комитет, как обычно это московские ребята, слушайте, какие у них квартиры, какие у них машины. Думаешь, Боже мой, это же сколько надо зарабатывать, чтобы вот такой ремонт в квартире сделать, такую машину купить. Даже в кредит и так далее. Я всегда удивлялся. И они не стесняются, понимаете, они вот... Там, милиционеры у нас живут кто как, это понятно. Ну, московские пожирнее, конечно, у всех дальше там, при погонах кто хороших. А средний и младший состав все понимают, что так, выживаем. Но тут просто, ребята, ну, это какая-то сказка неземная. Ну, теперь дальше давайте посмотрим. Сам праздник. Значит, тоже, вы знаете, вот его основали указом правительства Российской Федерации, постановлением Российской Федерации 27 августа во вторник в 2013 году. То есть, три года ребята пахали следственный комитет, не имея своего профессионального праздника. Вот их в январе 2011 году создали, День Серафима Саровского. И только 25 июля 2014 года они отметили первый раз свой профессиональный праздник. То есть, в 11, 12 и 13 у них праздника не было. Какой они день там отмечали, я не знаю. Может, день рождения Бастрыкина Александра, нашего генерала замечательного, которого я лично уважаю. Вот, может быть, тихо собирались как бы. И, естественно, за три года накопилось и просьб, и жалоб, и прошений много. И вот в Успенский пост, в последний день Успенского поста, во вторник, в день Ариса Марса, Бога войны, разрушения конфликтов, завоеваний, или в день Иоанна Крестителя, последнего пророка Божия, троюродного брата Христа, Спасителя по матери, они решили создать этот праздник. То есть, мало того, что в Успенский пост, и еще во вторник. Хотите праздник, найдите, получите. Ну, это все плохая дата. Вот, знаете, лучше, как говорится, лучше не пить, а закусывать. Или вначале закусывать, а потом пить. Вот это примерно из той же истории. То есть, с головой не дружат люди. То есть, обрекают в русской стране, в Российской Федерации, в основном русских ребят в Следственном комитете, создавая вот это постановление о дне сотрудника органов следствия Российской Федерации. Ну, 28-го нельзя было это сделать. В день Успения Божьей Матери, праздник, 2 на 10-й, та же среда была бы, всяко получше день, чем вторник. Нет, вот надо было, понимаете, вот сидит там какая-то вот сионская мышь, и вот такие вот палки в колеса вставляет. Вот, как ни копнешь, вот все время это вылезает. Ну, об этом тоже я сказал. Теперь главная тема про историю и так далее. Я все подверстаю. У меня видео были про Следственный комитет. Какие у них праздники? У них три даты. Три. Значит, когда они гуляют. Вот, я записал не так давно видео про три даты образования Следственного комитета. Я подверстаю, вы посмотрите. Повторяться не буду. Хочу рассказать о том, что в этом году этот день органов следствия, Следственного комитета, день следаков наших, выпал на четверг. Апостольский день, день тайной вечерей, вечерей любви. Это последний год, такой более-менее, скажем, позитивный, радостный. На пике органов Следственного комитета, на пике славы, известности. Там арестовывают, гоняют, дела заводят. Это народ любит и Бастрыкина, и службу. То есть, репутация хорошая. Не знаю, у кого лучше, у ФСБ или у Следственного комитета, но, во всяком случае, высокая доля популярности. Если бы такие опросы были по силовым ведомствам, я думаю, что сотрудники Следственного комитета, если не первое, то второе место бы точно имели. Хорошие фильмы про них снимают, сериалы, популяризируют работников, героев и так далее. И вот четверг, апостольский день. Самое время получить дополнительное финансирование, увеличить кадры, повысить зарплаты в течение года до следующего праздника, поснимать еще раз хорошие фильмы, лакированные пусть даже о героях там и так далее. Это тоже хорошо. Вот Щелоков в свое время про милиционеров прекрасно и снимал, министра внутренних дел СССР, друг Брежнева, популяризировал милиционеров. Такие сериалы, такие фильмы смотришь до сих пор, радуешься и плачешь. Он на это не жалел ни денег, ни средств. Писали пьесы, ставили спектакли, снимались кинофильмы, в том числе многосерийные. И вот Бастрыкин Александр, он то же самое и делает. И даже когда его уже не станет, время подойдет по возрасту, все мы там будем. Значит, о нем останется добрая слава, как о Щелокове, когда служили при нем люди. Милиционеры были защищены социально там и так далее, и то и подобное. Следственный комитет тоже. Значит, и есть время, так сказать, гнуть депутатов, гнуть вот этих лоббистов миграционных, которые сюда завозят, быдло всякое, специалистов иностранных якобы, которые там, простите меня, женщины, дрочат и на пляжах, и в парках, и в воде стоят. Мы эти видео видим, и насилуют, и ножами тыкают в женщины, мужчины, и чего только не делают. Вот он против этого всего восстал, наехал на Володина, вы мое видео смотрели, просмотры были хорошие. Значит, и так далее, и то подобное. То есть, он никого не боится, Бастрыкин, ни Кадырова, ни Володина, ни правительства. Говорит, как все есть. Поэтому радуйтесь, пока у вас Бастрыкин есть. По крайней мере, еще год он будет. А вот в следующем году и в последующем, 26-м, пятница, суббота будет у Следственного комитета по поводу праздника, я имею в виду. Вот там дела будут тяжелые. Что произойдет, я не знаю пока. Могу только предположить. Смена лидера Бастрыкина, замена ключевых фигур в структуре, реорганизации, перетрубации, и пошло-поехало. То есть, тяжелые два года с 25-го года, до 25-го июля, 27-го, пока не будет воскресный год. Так что, наслаждайтесь этим годом. Сотрудники Следственного комитета потом два года тяжелых. Вот о чем это видео. Поздравляю всех сотрудников, органов следствия с профессиональным праздником. Завтра уже корпоративы начнутся, выходные для этого. Отдыхать будете с друзьями, родными и близкими. Сегодня рабочий день, так что поработайте как следует. Желаю вашим семьям, родным и близким, мира, нам всем победы, процветания, стабильности и спасения душевного. Давайте не будем брать взятки, будем осторожны, не позорьте, Александра Бострекина, главу вашего. И помните, Серафим Саровский, ваш покровитель. Какие трудности возникают, сразу к нему. Иконочку купили, дома поставили, он ваш покровитель. 15 января, не просто так, служба была организована. Ну и храни нас всех Господь, это само собой. Ставьте лайки, подписывайтесь, распространяйте это видео, комментируйте. Вот. Жду на приеме. Спасибо, уже кто-то записался. Вчера, позавчера у меня клиенты после этой Самары и Саратова появились. И очень рад этому. Идем дальше.